итак ну чтож ариару мои маленькие любители покушать у микрофона как всегда ваш покурен слугам амору мы продолжаем с вами проходить такую увлекательную мод как биктер ну и как я люблю это говорить за кадром произошли уж очень какие-то большие изменения но и в частности эти все изменения коснулись именно того о чем я говорил в прошлой серии я продолжал развивать тематику ископаемых покемонов и за кадром я просеял все виды ископаемых покемонов которые только можно было бы сделать здесь вы можете наблюдать две строчки ископаемых снизу они не просеянные именно те ископаемые которые выходят из блоков а сверху вы можете наблюдать те ископаемые которые являются уже просеянными сверху расположены таблички с названиями этих самых ископаемых и названием покемонов которые из этих ископаемых вылупляются неподписанными оказались лишь 4 вот этих ископаемых на которых стоит заострить внимание и как мы выяснили прошлой части недостаточно взять одно из этих ископаемых и просто засунуть наш fossil машин ничего хорошего и ничего путного из этого естественно не выйдет для того чтобы это за имел эффект эти ископаемые должны быть комбинированы допустим если мы возьмем дрэйк fossil и бёрта fossil и в без разницы в каком порядке запихнем их fossil машин то только в такой ситуации fossil машин начнет вылупление из этих двух ископаемых нашего нового покемона и то же самое манипуляции я думаю проделать с fish fossil и дрэйк fossil и их я запихнул во вторую версию нашей fossil машин мы будем ждать и дождемся рано или поздно когда эти два fossil машина смогут вылупить нам новых покемонов ну и пока мы ждем я предлагаю начать развивать тематику тех ископаемых покемонов которые не созданы из двух видов ну и чтобы время не терять я уже за кадром вывел всех ископаемых покемонов они представлены здесь вот в нашем пока в таком вот варианте в таком вот виде и сейчас мы будем чуть поподробнее останавливаться на каждом здесь представлены все покемоны которые имеют эволюцию и уже раскатены до нужного уровня все покемоны из этого списка имеют эволюцию кроме аэродактиль он не имеет собственной своей эволюции но он имеет мега эволюцию но опять-таки для нас стоит вопрос где найти босса мега аэродактиля если аэродактиль в принципе не спавнится природе и первый покемон конечно же в списке у нас это амаруа это тот самый первый покемон которого мы вывели с вами fossil машин мы даем ему получается конфетку и почему-то по какой-то причине непонятно мне он отказывается эволюционировать ладно я уже встречал подобные баги с подобными покемонами возможно это банально просто бак который я не знаю как исправить ничего страшного мару пока мы убираем и берем другого покемона тогда которого будем эволюционировать просто я его себе помечу то что его нужно будет снова проапгрейдить до такого уровня тем более что ископаемые с этим покемон у нас уже имеется следующий покемон у нас пирский это арчен обычный ископаемый попугай который выглядит довольно таки прикольно с укрепленным достаточно глювом вот ему когда мы даем конфетку он сразу начинает эволюционировать его эволюция не представляет себя нечто невообразимое но я как понимаю правильно это попугай у которого две ноги не атрофируем на как у остальных летающих типа покемонов а являются полноценными и он на них может нормально передвигаться если мне не изменяет память он нормально не умеет летать но я могу ошибаться если я не прав то поправьте меня в комментариях следующий покемон на очереди это она рич не дайте его внешнему виду вас обмануть на самом деле при его эволюции становится гораздо круче мы даем получается ему конфетку и он начинает свою эволюцию и как я уже говорил его эволюция представляет из себя нечто классное но к сожалению не совсем нравится моделька данного покемона поскольку я считаю то что создатели пиксельмона немножко нахимичили с тенями у армалда которую и эволюционирует наш покемон следующий на очереди у нас покемон лилип что-то среднее между водой и растением и не могу ничего сказать об этом покемоне за исключением того что он не напоминает какой-то водоросля а когда он эволюционирует он напоминает мне венерную мухоловку очень странные и очень прикольный в своем роде покемон и эволюционирует он у нас конечно же в кородили следующий покемон на очереди это шелдон как я понимаю правильно этот покемон был списан из какого-то травоядного динозавра у которого как раз таки на лице вот этот гигантский щит и с помощью этого гигантского щита он может как обороняться так и атаковать ну а во второй форме его щит становится еще больше еще массивнее и он будет своим щитом разносить просто всех и всякого встретить на своем пути следующий на очереди это коронидос вот этот покемон уже как я понимаю списан с покемона хищника и у него также как у предыдущего покемона очень упрочненный череп и с помощью упрочненного черепа он тоже способен кого-нибудь или что-нибудь да поломать он уже демонстрирует на свою силу и демонстрирует то что он успешно эволюционировал в рам партусом следующем идет покемон кабутом уже сорокового уровня я сменю заметить это маленький покемон панцирь но как и в прошлый идущий раз я не позволю внешнему виду данного покемона вас обмануть и этот покемон буквально с новой эволюции расцветает во всей красе и становится вот таким покемоном с гигантскими лезвиями следующий покемон на очереди это аммонит на самом деле он как выглядит так и ощущается даже 2 эволюция не спасает его внешний вид он просто отращивает себе парочку шипов и становится более устрашающим я бы сказал то что этот покемон понравится только любителям тентаклей ну и пока мы тут исследовали всех покемонов двое этих покемонов из соответственно комбинированной серии из восьмого поколения успели у нас здесь создаться мы их забираем давайте на них посмотрим на этих красавцев их имена вы видите у себя перед глазами их имена как и собственно они говорят нам о том что они были созданы путем комбинирования двух различных видов покемонов также как и их в принципе способность они насколько мне известно не имеет никаких эволюций и насчет силы я тоже ничего не могу сказать это нужно будет их соответственно испытывать в битвах там есть еще покемон на которых нам стоит посмотреть посел машине закину еще наши ископаемые еще два новых покемона соответственно я собираюсь получить первый получается благодаря дина фосилу и фиш фосилу второй же получается благодаря bird фосилу и дина фосилу мы их сюда запихнули покебола им мы дали и теперь ждем ну и прежде чем продолжать видеоролики я бы хотел продолжить традицию нашего небольшого интерактива ну а в частности он касается того что в прошлой серии я спрашивал вас что это за покемон ну и множество людей под прошлым видеороликом правильно указывали его имя и давали ему собственное но как я и говорил я выбираю имя которое больше всего мне понравится и больше всего мне понравился вот этот вот комментарии вот этого человека и знавать этого покемона будут теперь именно так ну а имя дымок на мой взгляд подходит больше всего только этому покемону поэтому частности виде небольшого исключения так его и назову ну и в продолжение подобной традиции хотелось бы спросить у вас что это за покемон и случайный человек который укажет его имя сможет дать ему собственное ну а я лишь со своей стороны напомню что чем более креативное имя тем больше у вас шансов ну а также хочется выразить огромную благодарность всем тем людям которые оставляют комментарии под моими видеороликами мне безумно это приятно читать и узнавать что-то новое вместе с вами о моде пиксель монт ну и в принципе ваша поддержка для меня очень важно всем спасибо и мы возвращаемся к основной тематике этого видеоролика ну а пока следующий покемон у нас на очереди на эволюцию этот рунт кимон дракончик он очень маленький и миленький на своей первой эволюции но на самом деле он расцветает на своей второй валют которую получить сожалению мы по какой-то причине не можем я скормил ему две конфетки он эволюционирует на тридцать девятом уровне и опять он забагал даже как покемон вот этот амаруа непонятной мне причине происходят такие вот баги у мода пиксель монт но все же я надеюсь то что этих двух покемонов мне получится раскачать и проапгрейдить но это будет чуточку попозже на следующий у нас на очереди это покемон тартуга мы ему успешно скармливаем конфетку и повышаем уровень тем самым позволив ему эволюционировать и этот покемон наравне с предыдущим является одним из моих любимых покемонов из всех видов ископаемых покемонов из-за своего внешнего вида из-за специфики своих типов благодаря одновременно водяному и каменному типу его атаки и защиты буквально нет равных его мы тоже успешно убираем в долгий ящик амаруа и турунта надо будет сейчас успешно вывести из тех ископаемых которые я наформил за кадром сразу после того как эти два новых вида покемонов будут успешно выведены у нас и мы уже отправимся их эволюционировать все равно пока мы ждем что-то пока там происходит нам же делать особо нечего с вами правильно я хочу с вами продолжить тему который я начинал в одной из прошлых серий а именно это разведение или а точнее их эволюции пример одну из и я могу эволюционировать прямо сейчас для этого я должен иметь иви счастьем больше 220 по времени суток должна быть ночь я должен просто повысить уровень этой иви мы даем получается и конфетку и сразу можем видеть ее эволюцию эволюционирует она в одну из моих наверное любимых эволюций которые представлены в данной модификации это амбрион это ночной тип иви и он просто безумно классно выглядит и на самом деле когда его раскачаешь даже он начинает всех безумно классно выносить для следующей эволюции нам потребуется вот такой вот камень обычный покемон иви не обязательно с каким-то счастьем мы должны просто эту иви разместить поблизости от этого камня и увеличить ему уровень все таким вот образом иви у нас эволюционирует и становится если я все правильно понимает травяным покемоном и она становится у нас лифионом очень прикольно выглядящий смесь собаки и листиках причем на котором можно еще и покататься для следующей эволюции нам потребуется найти айсрок его легко найти в айс плэнс и буквально лучше таких камней здесь спавнится мы должны повесить этого или где-то поблизости с этим айсроком и тоже поднять ему уровень после чего наш иви эволюционирует в глазе она очень прикольную мартышку ледяного типа с прикольными косичками я бы сказал то что это больше уже не походит на собаку как иви изначальный а больше похоже на смесь покемона с my little pony и если я все правильно понимаю теперь я могу еще одну совершить эволюцию частности для этого нужно счастье 250 по часам должно быть где-то не знаю день и я должен повысить уровень нашим и то эволюция у нас происходит но к сожалению это все эволюции которые я в принципе могу совершить одна последняя эволюция мне недоступна остается до сих пор и вряд ли смогу сделать скоро времени но благодаря этой эволюции мы получаем спиона а говорю о эволюции которую я не смогу получить это вот а последние эволюции для которой наш иви должен знать специальную атаку психического типа я абсолютно без понятия где можно подобную атаку взять никогда же после такого гигантского приключения попадаю домой я наблюдаю то что эти два покемона у нас создались принципе по свойствам они не особо отличаются от тех двух комбинированного типа покемонов за исключением их новых свойств их новых характеристик и просто их новых способностей выглядят они тоже очень прикольно но к сожалению поскольку я не намерен их пока что проапгрейдживать я их отправляю пока в наш покедекс по идее что мне осталось мне нужно сейчас заново вырастить турунта и амаруа для того чтобы иметь возможность их эволюционировать и наконец-то наш турунт тоже у нас вырос и мы теперь отправляемся их качать качать я естественно эти покемоны буду ускоренным методом благодаря их спи фоалл и той форме логи которую я показываю уже в прошлой серии и наконец один из наших покемонов начинает свою эволюцию и этим покемоном является амаруа я до сих пор без понятия почему в предыдущий раз у нас не вышло с другим покемоном но благодаря нашей раскачки амаруа все-таки эволюционирует эволюционирует она в аурораса и становится на величавым и прекрасным дракончиком ребят я походу дурак я опять столкнулся с такой проблемой то что мой турунт не эволюционирует я его раскачал уже до 41 уровня при том что его эволюция происходит на 39 я залез даже на вики и прочитал то что эволюционирует он оказывается только в дневное время давай сейчас попробуем ему поднять уровень он поднимает свой уровень замечательно изучая даже новую способность землетрясения и вот как раз днем он начинает эволюцию все теперь мне стало понятно ладно это было не баг мода пиксельмон просто каждый покемонов эволюционирует свое время я не знаю зачем это сделано но видимо так нужно и турунт днем эволюционирует турант трума один из моих тоже любимых покемонов я думаю даже мне не стоит комментировать от какого динозавра брали вдохновение создатели данного покемона но я думаю то что мы в следующей уже серии отправимся на поиски новых легендарных покемонов уже целенаправленно уже зная места и уже все подготовив мы будем ловить их и делать с ними всякие няшние вкусняшки ну и у микрофона был как всегда ваш покойный слуга мамору еще услышимся